Согласно японской поговорке, в боевых искусствах все начинается с поклона и поклоном заканчивается. С такого традиционного поклона и начался во дворце спорта Красноармейска первый фестиваль боевых искусств «Я служу России». Настоящий праздник силы и ловкости устроили в День защитника Отечества, Союз десантников и администрация города Красноармейск. А открыл фестиваль лауреат международных и российских конкурсов Антон Алексеев. Святая Русь, ты веришь в наши силы, и мы своей отчизной горды, военные традиции России, военные традиции России, великая история страны. Распорядителем фестиваля и гидом по нюансам различных школ боевых искусств стал телеведущий канала «Боец», мастер боевых искусств Николай Коровий. Он первый и начал демонстрацию формы и содержания искусства восточных единоборств. Этот удар наносится пальцем ноги, называется «сокусенгири». Бьется в наиболее уязвимые точки на теле противника. «Сокусенгири» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Затем на татаме вышли самые маленькие спортсмены, представители дзюдо и самбо. Они показали, с чего начинается путь в большой спорт, и что даже самый маленький человек может постоять за себя. Бросок с упором в стопы, в живот. И вот они, девчонки, появились на татаме. Сейчас они дадут жару. Встречаем девочек в фонда Бургасы. Браво! Томанда Круга стала победителем в спортивной программе Школы Аркадия Паровозова на телеканале «Карусель». Встреча с тем, что в фонда Бургасово-Семеново-Семеново-Семеново-Семеново-Семеново-Семеново-Семеново-Семеново-Семеново. Эстафету продолжили представители Айкидо – школа самообороны безоружия, основанной на использовании силы нападения противника. Вы видите, в Айкидо нет атак. Вся техника построена на защитных действиях. Чем яростней, чем ожесточенней противник атакует мастера Айкидо, А сейчас на татаме мастера Айкидо. Их можно узнать не только по традиционным японским брюкам юбки Хакама, но и по легкости и грациозности, с которой исполняется бросковая техника «Нагия База». Самое интересное для всех стало, конечно же, техника разбивания твердых предметов. Здесь мастера показали неодолимую мощь своих ударов и то, что натренированное тело спортсмена может выдержать многое. Специальная тренировка, дыхание, умение напрягать нужные мышцы в нужное время. Но не только путем изучения единоборств можно достигнуть совершенства собственного тела. Существуют и другие способы увеличения собственной силы и совершенствования тела. Существуют и другие способы увеличения собственного тела. Существуют и другие способы увеличения собственного тела. Существуют и другие способы увеличения собственного тела. получился в этот день в Красноармейском дворце спорта, в месте, которое призвано растить здоровое поколение, гордящееся свою удивительную страну и ее людьми. И вот вторым мероприятием, которое мы проводим совместно с Союзом десантников России, это фестиваль боевых искусств. Я думаю, что это довольно серьезный шаг вперед по патриотическому воспитанию среди молодежи, среди детей. И именно в рамках патриотического воспитания мы начали эту работу. Я думаю, что сегодняшний фестиваль – это начало длинного пути по пропаганде боевых искусств, по пропаганде физкультуры, спорта на территории нашего города, ну и во всей Московской области. Евгений Ромашихин, Александр Девкин. Специально для телеканала «Твой». И в шлем-маску. По-японски защитное оборудование называется «Ой Кури».